Мастрок, секретный объект Аральск 7 Эйприл, 10, 2015-20217 23 года назад президент РФ Борис Ельцин своим указом закрыл один из самых секретных военных объектов Советского Союза Расположен он был в крайне удаленном и малонаселенном регионе, тогда еще огромной страны, на острове в центре Аральского моря, который до сих пор называется Остров Возрождения Известно, что на этом полигоне проводились эксперименты в сфере создания, производства и испытания одного из самых варварских видов ОМБ, биологического оружия И вот уже нет Аральского моря, остров тоже исчез, превратившись в часть материковой пустыни, а полигон все эти 23 года живет своей странной жизнью призрака Казахстанский журналист и блогер Григорий Беденко опубликовал уникальные материалы из своего архива, которые возможно, как-то объяснят феномен объекта Аральск 7 Давайте и мы посмотрим на них, один из самых известных снимков полигона на острове Возрождения, сделанный американским разведывательным спутником KH-9 Хексагон В разгар Холодной войны Идея создания в СССР научного центра по разработке биологического оружия возникла еще в 1920-х годах Военные уже тогда начали мыслить масштабно и заигрывать с оружием массового поражения В 1915 году в районе городка Ипор 4-я германская армия впервые применила распыление хлора из баллонов Бактериологическое оружие имело гораздо более давнюю историю Например, в античном мире чемные трупы перекидывали через стены осажденных городов, чтобы вызвать эпидемию среди защитников О попытку с помощью холеры изменить мир в 1894 году Герберт Уэллс описал в рассказе «Похищенная бацилла» Для научного центра требовалось место, которое было бы достаточно удалено и изолировано от других населенных пунктов С одной стороны, это – требование секретности, с другой – безопасности Идеальным вариантом стал бы остров Было отобрано три кандидатуры Один из Соловецких островов в Белом море Остров Городомля на озере Селигер и остров Возрождение в Аральском море Остановились на Городомле Здесь в 1936-1941 годах разместился Главный советский центр по разработке биологического оружия, подчинявшаяся военно-химическому управлению РККА-3-я испытательная лаборатория Ранее она занимала один из Суздальских монастырей После Великой Отечественной войны стало ясно, что подобные учреждения следует размещать как можно дальше от границы Следующим местом дислокации бактериологической лаборатории стал остров Возрождение, бывший Николай Вот таким было Аральское море в 60-е годы XX века Красная стрелочка указывает на остров Возрождение Тогда его площадь составляла 260 квадратных километров Остров был изолирован от обитаемых мест десятками километров водной поверхности и очень суровой безлюдной пустыни Интересный факт, остров открыл выдающийся русский географ Николай Бутаков в 1848 году и назвал его в честь императора Николая I Современное название этого места появилось чуть позже Там и располагался самый секретный советский полигон Николаем этот остров площадью около 200 кв Километров был назван в честь императора Открыли его вместе с двумя другими островами, Наследником и Константином, в 1848 году По каким-то неведомым причинам архипелаг назвали царским До революции местные жители и промышленники занимались здесь рыболовством, охотой, добывали соль, вывозили на материк Саксаул и так далее После 1917 года все это хозяйство было национализировано и колхозными методами полностью загублено Население острова сократилось до 4-5 казахских семей, инфраструктура, до нескольких построек В 1924 году народу прибыло На острове Возрождение был создан краевой изолятор специального назначения В котором отбыло наказание 45 заключенных, осужденных за разбой и бандитизм В отчете начальника изолятора говорится, что остров удобен как для рыболовства, так и для занятия скотоводством Так как почва хорошо подходит под пастбище А вот как Аральское море выглядит сейчас Воды практически не осталось Островов тоже Белая линия обозначает государственную границу Эрка и Узбекистана Изолятор специального назначения был ликвидирован в 1926 году Вместо него отрылся изолятор краевого значения, рассчитанный на 400 заключенных Однако и он был закрыт в 1929-1930 годах Никаких загадочных причин Просто маховик советской репрессивной машины все ускорялся Численность заключенных увеличивалась А это требовало создания мест заключения другого формата В 1936 году на острове Возрождение высадилась экспедиция военных биологов Во главе с отцом советской бактериологической программы Профессором Иваном Великановым Исследователи провели испытания биогентов на основе тулеремии, холеры и чумы Дальнейшие разработки были приостановлены из-за репрессий Профессора Великанова расстреляли в 1938 году Потом началась война Испытательная лаборатория была эвакуирована с острова Городомля Сначала в Кирово, затем в Саратов и, наконец, на остров Возрождение С 1942 года здесь стал действовать биохимический полигон Бархан 52-я полевая научно-исследовательская лаборатория Книл-52, войсковая часть 04061 Затем в северной части острова построили военный городок Каан-Тубек Официально именовавшийся Аральск-7 Между бывшим островом Возрождение на юге и полуостровом Куланды на севере Где сейчас находится одноименный казахский аул Остался лишь маленький пролив А ведь еще в начале нулевых от Куланды до полигона Надо было плыть на лодке по меньшей мере 3 часа А потом еще 60 километров ехать на машине Об этом чуть позже Испытательный полигон занимал южную часть острова Испытания заключались в подрыве снарядов и распылении с самолета штаммов Разработанных на основе сибирской язвы, чумы, бруцелеза, тулеремии, кулихорадки, сапа и других смертельно опасных инфекций Штаммы производились на предприятиях оборонного комплекса в Свердоловске, Кирове, Загорске, Степногорске В планируемой зоне поражения солдаты срочной службы расставляли клетки с подопытными животными или привязывали их к кольям Рядом устанавливались пылесосы, специальные приборы с трубчатыми фильтрами, которые позволяли концентрацию бактерий в той или иной точке После распыления те же солдаты в костюмах химзащиты собирали животных и отправляли их в лабораторию Все это очень напоминало процедуру испытаний грязной бомбы на островах Ладожского озера Вот как описывается испытание на острове Возрождение в книге бывшего научного руководителя программ по разработке биологического оружия и биозащиты в СССР А затем инициатора ликвидации этих программ Кена Алибека осторожно Биологическое оружие На унылом, открытом всем ветрам островке и у берегов Аральского моря сидят около сотни обезьян, которые привязаны к столбам, вытянувшимся длинными параллельными рядами чуть ли не до самого горизонта Глухой хлопок нарушает тишину, и в точке взрыва появляется густое облако дыма горчичного цвета Увидев его, животные в испуге начинают пронзительно кричать и метаться, натягивая удерживающие их привязи Обезьяны пытаются спастись, прикрывая голову, пряча нос и рот Но животные обречены, вскоре они умрут Обезьян выбрали потому, что их органы дыхания более всего похожи на человеческие Обезьян в Аральск семьи поставлял сухумский питомник Но для некоторых экспериментов приходилось доставать животных из-за границей В 1980-х годах по линии внешторга СССР в Африке была закуплена и через сеть подставных фирм доставлена на остров Возрождение 500 мартышек На них испытали штамм сибирской язвы антракс 836 и специально выведенные боевые бактерии чумы Своей смертью животные доказали, что разработанные штаммы способны пробить защиту вероятного противника По расчетам, распыление 100 килограммов спор сибирской язвы в густонаселенных городских районах способны уничтожить около 3 миллионов человек Испытания проводились также на кроликах, овцах и лощадях Их специально для лабораторных нужд выращивали на полуострове Куланды, расположенном неподалеку Большая вода осталась только в Северном Орале, который превратился в автономный водоем, благодаря постройке Кок Оральской дамбы Сделано это было, чтобы хоть как-то возродить на казахстанской части Орала рыболовство Но это одновременно был и окончательный приговор морю Есть предположение, что только экспериментами на животных дело не ограничилось На эту мысль наводят странного вида бараки, которые примыкали к расположенной в нескольких километрах от Аральска семи лаборатории Необычный загадочен лабораторный корпус и прилегающие к нему бараки, пишет собственный корреспондент газеты Труд Ташкент Валерий Бирюков в статье «Тайны острова Возрождения» Труд, 25 октября 2001 года Судя по хорошо сохранившимся надписям и табличкам, в других бараках в основном жили женщины Причем, судя по условиям их содержания, это, скорее всего, были заключенные В самом лабораторном корпусе несколько помещений, похожих на смотровые кабинеты, оборудованные гинекологическими креслами Соседняя с ними комната имеет лишь одну герметически закрывающуюся дверь С потолка, не доходя до пола примерно метр, опускается труба из нержавеющей стали Еще в одной комнате складировано несколько десятков прекрасно выполненных мужских и женских манекенов с гнущимися руками и ногами Сохранились богатая библиотека по биологии и огромный склад всевозможных колб и специальной посуды Железные двери в большинство подвальных помещений заварены и не открыты по сей день Всюду разбросаны сейфы самых разных размеров Между поселком и лабораторным корпусом находится странный, похожий на котельную объект Однако никаких котлов там нет От резервуаров в сторону лабораторного корпуса уходят три трубы, окрашенные в разные цвета Странно, но за 44 года существования секретный гарнизон так и не обзавелся своим кладбищем Здесь функционировал крематорий А вот теперь самое интересное Полигон Аральск-7, или поселок Кантубек, как он именовался на всех картах, находится здесь, показано стрелочкой На полигоне в лаборатории творились страшные вещи, а город Аральск-7 в это время мирно жил или мирно спал Он ничем не отличался от других советских закрытых городов Полтора десятка жилых домов Столовая, клуб, магазины, стадион, казармы, плац, электростанция Население Аральска-7 достигало 1500 человек Военные, ученые, другие специалисты их семьи Дети ходили в школу, их родители на службу Солдаты занимались строевой подготовкой на плацу Вечерами в доме офицеров показывали кино На выходных на берегу Аральского моря устраивались пикники С большой землей остров соединяло морское и воздушное сообщение Пресная вода, продукты и оборудование доставлялось сюда боржами Оборудованная еще в 1949 году взлетно-посадочная полоса впоследствии превратилась в аэродром Бархан Это уникальное для СССР сооружение имело 4 взлетно-посадочные полосы Выбор той или иной полосы определялся в зависимости от того, какой ветер дул Остров Возрождения отличался сильными ветрами Кстати, местная роза ветров служила защитой для Аральской семьи от биологической угрозы Место расположения полигона было выбрано так, чтобы ветер сразу относил образовавшиеся в результате испытания аэрозольное облако в противоположную от военного городка сторону Правда, говорят, в 1972 году был случай, когда из-за внезапного порыва ветра двое рыбаков попали в чумное облако Оба погибли Кроме того, на полигоне проводились обязательные противоэпидемические мероприятия и дезактивация территории Все участники испытаний проходили обязательный карантин Дополнительной страховкой служил жаркий климат Большинство бактерий и вирусов не выдерживали длительного воздействия местных температур Поэтому, как правило, испытания проводились ближе к вечеру Слой холодного воздуха, который накрывал прогретую землю, удерживал бактерии, тем самым, снижая риск переноса заразы за пределы полигона Защиту сверхсекретного острова от чужих глаз обеспечивали непрерывно курсировавшие по морю военные катера и патрульные машины на суше Лабораторный корпус и полигон опоясывали несколько рядов колючей проволоки На снимках из космоса полигон можно распознать по так называемой звездачке Это уникальный полевой аэродром, построенный из четвертых бетонных полос Создание такой особенной конструкции было продиктовано очень переменчивыми ветрами на острове То есть транспортный самолет мог приземлиться здесь практически в любых погодных условиях В буквальном смысле Аральск-7 закрылся в 1992 году С одной стороны, все сложнее стало обеспечивать секретность В результате экологической катастрофы Аральское море стремительно мельчало В 1990-х годах площадь острова Возрождения увеличилась почти в 10 раз Охранять такую обширную территорию стало все сложнее Другая причина, более серьезная, это распад СССР В 1990 году уже упомянутый нами Кен Алибек передал президент